Микс Ньюс Любители кино, я надеюсь, собрались у радиоприемников Олег Век в студии, начинается программа «Синема», и сегодня мы поговорим о большом событии, которое нам предстоит увидеть, я надеюсь, вместе всем. Это будет Рижский кинофестиваль, и сегодня в нашей студии два директора, вот программный директор, креативный директор Сонара Брока, здравствуйте, добрый вечер, и Лена Трейманы, тоже директор и организатор фестиваля. Здравствуйте. Меньше фильмов, меньше выбора, то есть на что опирался, каким образом создавался фестиваль в этом году? У нас фильмов много, всё равно. 129? Да, 129, но Сонара, как программный директор, очень с этими проблемами боролась. Расскажи. Самое трудное, наверное, да, это был момент в мае, когда надо было понять вообще, будет ли возможность делать фестиваль, в какой форме, и как вообще работать с студиями, которые дают фильмы, на каких условиях. И это не только мы думали, как дальше работать, но и также все агенты фильмов, как работать дальше, показывать фильмы в кинозалах. Или думать про то, чтобы перейти полностью онлайн. Или можем так и так. Так что мы можем говорить, что сейчас уже те фестивали, которые уже происходят и будут происходить вместе с нами или позже, мы уже как-то немножко научились, как делать и как вообще решить эту ситуацию. Но те фестивали, которые были в марте, в апреле, в мае, наверное, пострадали больше всего. Но Берлинскому фестивалю повезло, ему удалось как-то вот проскочить. Действительно, да. Да, и у вас как раз-таки программа Берлинали, я смотрю, одна из программ, там лучшие фильмы из фестиваля, с этого фестиваля. Может быть, сразу в этих картинах несколько слов. Да, и важно, что это немецкие фильмы. Это все немецкие фильмы из Берлинала этого года. Это программа, которую мы делаем вместе с Гетто-институтом в Риге. И это, по-моему, такая уникальная возможность посмотреть, что происходит вообще сейчас в немецком кино. Потому что эти фильмы, например, «Берлин, Александр Плац» и «Ундина», я бы сказала, что самые сильные немецкие фильмы в этом году. И что очень радует, что перед сеансом будут такие вступительные слова, полученные от режиссеров. То есть такие видеообращения перед сеансом от Кристиана Петвалда уже получили. Так что я думаю, что это тоже такая маленькая деталь, которая… Но мы радуемся, потому что они не могут к нам приехать. И, наверное, тоже некоторые из них не приехали бы все равно, если бы не кризис. Но вот в видеоформате с ними сейчас наша аудитория сможет встретиться. И если мы эти видеоинтервью маленькие будем показывать перед сеансом в кинотеатрах и тоже онлайн. Я сразу хочу сказать по поводу онлайна, потому что уже у нас прозвучало несколько раз вот это слово. И я понимаю, что это новая какая-то форма уже возможностей. Обычно мы всегда понимаем, что есть фестиваль, вот есть кинотеатр. Я покупаю билет, прихожу в кинотеатр, смотрю кино. А вот что такое онлайн-просмотр? Ну, вообще, это почти та же самая схема, но без большого экрана, к сожалению. Мы будем все равно показывать фильмы в кинотеатрах, но вместимость кинозалов уменьшилась. И поэтому мы разработали и вот такой вариант. Люди могут покупать билет так же, как они это делают на обычный сеанс. И вот код, который они получают на билете, они используют в этой платформе, которая будет online.rigaif.lv. И там они могут смотреть этот сеанс фильма. Но они могут смотреть его, получается, в определенный день, в определенное время. Да. И вот если опоздал к началу сеанса, то… Ну, это фестивальный сеанс, это не VOD, поэтому все так и будет, как вы говорите. Ну, там есть такая маленькая, мы даем немножко больше времени людям, которые смотрят в онлайн, потому что может всякое случиться, с интернетом могут быть проблемы, какие-то технические проблемы, поэтому время сеанса будет немножко длиннее для зрителей в онлайн. Приобретая билеты, тут сразу хочется спросить, вот я видел, что у вас продаются билеты как на одного, на двух, на трех, на четырех человек. Да. Вот здесь насколько, я не знаю, там будет ли экран телевизора следить, сколько человек пришло смотреть кино, или это будет полностью полагаться все-таки на совесть человека, который покупает билеты? Нет, ну, конечно, мы не можем никак контролировать, сколько людей сидят дома и смотрят этот фильм, но мы очень надеемся, что… На честность. На честность людей, что они хотят тоже, ну, помочь фестивалю быть и продолжать работу, и поэтому мы даем такую возможность купить, если вы смотрите кино вместе с семьей или, может быть, там, с другом, тогда можно купить билет не для одного, а для двух, трех или четырех людей. И я так знаю, что для просмотра детских фильмов там тоже есть семейный билет, и как раз-таки это тоже… Ну, вы видите, что… Люди уже используют этот вариант, да, они покупают семейные билеты, это 4 евро стоит билет на одного человека, да, например, на детскую программу, и есть билет за 10 евро, и это семейный билет для четырех, ну, или трех, или… Насколько вот вы уже видите, что вот такого рода билеты они покупаются, то есть видно, что люди, ну, как бы абсолютно честно, если собираются смотреть семью, они уже приобретают семейные билеты. Да, мы рады. Да, это говорит о том, что у нас живут честные люди. Если вернуться к самому фестивалю, то здесь, может быть, ну, какие-то меры безопасности, чтобы, ну, объяснить людям тоже, которые будут приходить, что будет рассадка, наверное, через… Мы уже говорили о том, что будут пустые места в зале, чтобы не сидели рядом. Это уже происходит во всех кинотеатрах, в нормальные обычные сеансы, так и происходит, и мы тоже это будем соблюдать. Люди, к сожалению, не смогут больше так… Плотно. Плотно, да, там, перед сеансом пить вино и общаться, но мы будем делать такие тусовки, будем делать снаружи, в Splendid Palace, например, но в зале, да, все будут сидеть с дистанцией. Я напомню нашим слушателям, что с 15 по 25 октября 11 дней будет проходить Рижский кинофестиваль ИФФ, и 15 октября будет открытие. Вот что будет на открытии фестиваля? Мы откроем фестиваль с таким уникальным событием. Мы будем показывать очень старый фильм, но фильм только что реконструен. Ну, восстановлен, можно сказать. Восстановлен в студии Локомотива, и этот фильм 107 лет тому назад был снят в Риге и в Венспилсе. Это художественный фильм, и еще на показе тоже два музыканта, Артур Слепинч и Якобс Ниманес, они будут исполнять музыку, которую они специально для этого события, для этого фильма создали. Так что это будет не только сеанс фильма, но это будет киноконцерт. Может быть, Сонор может рассказать немножко… Название фильма. Название фильма «Где правда». «Где правда». Я, кстати, вот буквально вчера появилась интересная новость о том, что удалось очень интересно восстановить там, по-моему, минутный французский фильм «Братьев Люмьер», который при помощи искусственного интеллекта попытались сделать цветным, восстановить в деталях. И когда смотришь этот один… на одну минуту ролик, кажется, что это было снято просто, ну, телефоном где-то вот у нас, может быть, в старом городе, потому что люди играют в снежки, там веселятся, и это настолько цвета, и вот ты понимаешь, что насколько поразительно это, вот то, что старый фильм, он может внезапно выглядеть как современное кино. Да. Но это будет не цветная реставрация, это будет чёрно-белая. Но всё там прочищено, такой хороший кадр будет. И это самый ранний фильм, сделанный в территории Латвии тогда. Это не латышский фильм, но самый ранний, который тут был сделан. И этот сюжет тоже такой более-менее универсальный. Это второе название фильма «Трагедия еврейской курсистки». То есть это трагическая любовная история, и, к сожалению, само окончание больше не сохранилось. То есть мы… Так и не узнаем, чем закончилось. Узнаем, так всё в описании уже раскрыто. Но да, это очень-очень интересная возможность посмотреть вот в 100-летнюю древность, когда… как играли тогда актёры, как вообще снималось кино в Латвии. Там открытый павильон, там ходит ветерок и поднимается там на полу, как это называется? Ковьёр? Ковьёр. Ковьёр, понимаю. Поднимается. И эти актёры, им, ну, видно, что вообще-то довольно весело всё это играть. И самое главное, что там можно увидеть Ригу того времени. Там есть и кафедрал, и есть мостик оперы. Так что… Университет латвийский. Да, тоже. И как-то люди такие, да, такие современные. Как бы того времени, но в то же время современные. И важно, наверное, сказать, что это один из двух бесплатных сеансов в онлайн-фестивале. То есть, если не удастся, ну, не получится купить билеты и прийти физически, можно посмотреть? Уже не удастся, потому что билеты уже распроданы на кинотеатр. Но мы будем это всё снимать, не мы, а латвийское телевидение. И на портале lsm.lv можно будет посмотреть это событие. Да, живой трансляции. А её можно будет посмотреть только в Латвии или, может быть… По всему миру. По всему миру, да? То есть, можно смело анонсировать, делиться с друзьями, говорить о том, что вот смотрите, вы увидите всё. А какое второе бесплатное мероприятие? А, ну, это сеанс фильма «Аниара», который мы организуем вместе с Латвийским фондом природы. Это шведский фильм… Сай-фай. Сай-фай, сай-фай фильм. И после этого фильма мы будем организовать дискуссию по теме, есть ли жизнь после экологического кризиса, поскольку фильм тоже очень об этом говорит. Скажите, а вот эти дискуссии, эти встречи, то есть всегда Аришский кинофестиваль, это было место таких вот, ну, действительно дискуссий, интересных разговоров, встреч. Вот как сейчас это всё будет происходить? Ну, с теми авторами, которые у нас латвийские и местные, мы будем, конечно, встречаться в кинозалах перед сеансами и после сеансов, но гостей зарубежных у нас не будет, конечно, но мы будем с ними встречаться по интернету. Наша программа индустрии в кинофестивале произойдёт, но только онлайн. И мы будем говорить о экологическом кризисе в том числе, будем говорить, что мы можем как фестиваль, и что вообще, как киноиндустрия может фильмы делать и фестивали делать так, чтобы не вредить природе. И будем продолжать нашу программу RIGA IF GOES XR. Это программа, где мы кинорежиссёры и кинооператоров и сценаристов как-то, ну, пробуем их подружить с XR и VR специалистами, которые эти технологии изготавливают. С этого места поподробнее. Что такое XR и VR, может быть, для многих слушателей-то совершенно ничего не понятно. Виртуальная реальность и расширенная реальность. И вот что это такое за интересные технологии, то есть как это используется сейчас и в кино? То есть мы знаем, что виртуальная реальность, ну да, это вот была очень модной, но я так понимаю, что это уже как бы осталось в прошлом, и технологии идут уже вперёд. Ну, я так очень много не смогу рассказать об этой технологии, но наш, почему мы это делаем? Мы хотим, как я сказала, подружить киноиндустрию с индустрией технологии. И мы хотим, чтобы они вместе сделали продукты, которые помогают детям учиться. Это наш такой выбор. Мы хотим, чтобы в течение этого хакатона, который мы делаем 28 часов, выросли такие виртуальные продукты, которые помогают школам, например, учить детей. Это учебные какие-то фильмы имеются в виду, да? А вот вы говорили о том, чтобы не вредить природе при съёмках фильмов. Это как раньше писали, например, в титрах вестерна, что на съёмках не пострадала ни одна лошадь. Ну, там обычно всегда зрители переживают, что если вдруг там стреляют, и там лошадь погибает, или там падает, или что-то ещё. Вот пишут, что во время съёмок это всё трюки, мы на самом деле никому не повредили. Да, ну, например, да, это, и что они использовали очень много пластических… Одноразовую посуду, да, когда съёмочная группа всегда довольно-таки большая, и там обедает, завтракает, всё на этой съёмочной площадке происходит, и сколько там людей, и сколько посуды за день вообще используется. И у нас уже в Латвии бывали такие фильмы, которые снимают как бы зелёные фильмы, так называемые. То есть каждый приходит со своей ложкой, со своей кружкой и так далее. Это как бы мелочь, но, с другой стороны, это огромное количество мусора, который там… И также, конечно, это то, что эти люди тогда думают, какое это место останется после съёмок, чтобы они не испортили что-то там, или если сделали, тогда пусть всё будет как было перед этим. То есть получается, что это будет, ну, целый такой, я не знаю, семинар, не семинар, ну, то есть такая тема с обсуждением, которая должна привлечь внимание к этой теме. Лекции и дискуссии, да. И у нас в латвийском кино уже есть действительно, то есть такие примеры, то есть это уже становится, ну, нормой для съёмок. Я думаю, что это было Ялгова 94. Такие. Да, я помню, что как раз вот продюсер этой картины приходил и рассказывал об этом фильме. Ну что же, вот мы говорим о том, что очень много действительно дискуссий больших будет происходить. Это будет происходить и вживую, и в онлайне. То есть можно, ну, вот если зритель захочет присоединиться, он может онлайн каким-то образом увидеть эту дискуссию, посмотреть? А все те дискуссии, которые будут публичными, они будут в нашем сайте rigeif.lv, и мы будем тоже всё это показывать на Фейсбуке и в Ютубе. Но так самый лёгкий вариант просто идти на rigeif.lv, и там календарь со всеми мероприятиями и со всеми сеансами, и там можно следить, вот что у нас завтра, например, что у нас послезавтра, и просто присоединиться, да. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после чего продолжим программу «Синема». Я напомню, что мы говорим про фестиваль, рижский фестиваль Рига Ив, Ив, Сонна Раброка и Лены Треймана сегодня в нашей студии. Продолжается программа «Синема». Мы сегодня говорим о рижском кинофестивале с 15 до 25 октября включительно. Будет проходить просмотры фильмов, как мы уже узнали, и в кинотеатрах, и также онлайн. И вот, может быть, с нескольких слов о программах я увидел несколько фильмов, документальных фильмов, которые посвящены Стэнли Кубрику, Андрею Тарковскому, Милошу Форману. Вот сразу три таких интересных мастера и рассказы о их творчестве. Вот, может быть, вы могли бы рассказать, как бы, они в разных программах, но тем не менее, вот для любителей, может быть, этих режиссёров это такое будет любопытное вообще событие. Да, в какой-то момент мы даже думали, может быть, их выделить отдельно, но они действительно очень разные все, начиная с фильма про Андрея Тарковского. Это фильм, который сделал его сын, также Андрей Тарковский, и этот фильм уникален, поэтому этому режиссёру был просто такой уникальный, эксклюзивный доступ к семейному архиву, то есть к материалам, которые мы раньше не видели. Это семейные фотографии, это также старые кинохроники семьи. Там виден папа Андрея Тарковского, знаменитый поэт Арсений Тарковский. И это очень интересно, так структурирован фильм в таких как бы частях, новеллах, которые каждая часть осматривает один период жизни Андрея Тарковского. И я как бы, да, я очень рада, что этот фильм у нас будет в Риге, и также будет и вступительная речь режиссёра. Например, тогда другой фильм про Милоша Формана, кстати, тоже интересный, потому что там можно слышать голос сына Милоша Формана, то есть он как бы делает этот овервойс фильма. И этот фильм – часть из нашей ретроспективы новой волны чехского кино, и это очень важная для нас, и, я думаю, для всех программа, потому что большинство этих фильмов, просто классик чехской новой волны, не показывалось ещё на большом экране в Риге. Бал пожарных, например. Бал пожарных, я думаю, что может быть на арсенале, но там Diamonds of the Night, Алмазы ночи и так далее, то есть это просто абсолютная киноклассика, которая вот сейчас будет впервые в Риге, и также она недавно, все эти фильмы реставрированы в чешском киноархиве, так что это очень-очень особая программа. И просто фильм Милоша Формана – это фильм прошлого года, который был в Карловой Варе в кинофестивале, он очень хорошо смотрится, легко смотрится и как бы рассказывает эту очень интересную историю про Милоша Формана, у которого были как бы две карьеры. Одна была в Чехословакии, и вторая уже в Америке, куда он уехал, оставляя семью в Европе. Третий фильм про Стэнли Кубрика, наверное, в форме классической, самый классический из этих трёх, но в нём использованы уникальные авдиозаписи самого Стэнли Кубрика. То есть он там делает то, что он особо не любил, он рассказывает про свои фильмы. И это, да, такой очень-очень редкий случай слышать самого Стэнли Кубрика. Я вот очень всегда люблю Инкино Веритес, эту программу, действительно там очень много таких неожиданных открытий, всегда это тоже такое, советую всем обратить внимание вот именно на эту тоже программу. Для детей будет особая, да, тоже вот особая программа, что-то можно будет увидеть. Но самое важное, надо сказать, что мы будем открыть эту программу с премьерой новых серий лупок. Нет, тряпочек, тряпочки, да. И это единственный сеанс, который будет происходить в кинотеатре из детской программы. Все остальные фильмы детского программы будут онлайн происходить. Этот сеанс тоже будет онлайн тоже. И онлайн, да. Ну да. Там будет три премьера этих, три серии. Три новые серии тряпочек. Для тех, кто, например, интересуется архитектурой, тут тоже какая-то особая программа. Я видел, что несколько фильмов, они прямо объединены. То есть вот что это за картины? Да, у нас есть программа, которую мы показываем в латвийской библиотеке, в зале Заядуоне. И одна из фильмов о четырёх женщин-архитекторах. И после этого фильма мы тоже будем организовать дискуссию, где мы тоже увидим трёх женщин-архитектов. И наш куратор Вестурс Целминдж будет вводить эту дискуссию. Мы будем говорить о том, о чём и фильм говорит. О планировании города, о парках, о женщинах в этой профессии архитектов. Ну, таких очень актуальных топиков. Открывать программу мы будем с фильмом «Первые и последние люди». Это фильм знаменитого композитора Йохана Йохансона, исландского, который в прошлом году уже ушёл от нас. Но он успел сделать этот очень интересный фильм. Это чёрное-белое путешествие по бывшей Югославии, территории, где построились такие большие монументы, такие объекты из бетона, уже такие немножко пострадавшие со временем. И вот это путешествие визуальное мы проводим, слушая, как Тейлд Свинтон читает роман научной фантастики, знаменитый такой текст. То есть очень-очень такая особая возможность побывать в таком мире Йохана Йохансона. С голосом. Да, он очень любил путешествовать и всё это снимать, эти свои путешествия. Третий фильм будет только онлайн. И это короткометражный финский фильм про такой город Пирамиден или Пирамида на севере, где раньше был завод, советский завод. И это была идея, что это самый край, не восточный, а самая западная точка Советского Союза, где можно построить коммунизм. Как бы такой завод очень-очень далеко от континента на острове. И сейчас просто там всё разрушено, только такие руины, и одна гостиница осталась такая, где возможно жить. И там живут гиды. Несколько гидов, которые встречают экскурсии людей, которые приехали посмотреть, вот как там всё выглядит. И самое интересное, что там не работают ни телефоны, ни интернет, ничего. То есть эти гиды там должны иметь особый такой склад характера, чтобы выдержать там на севере вот целый год вообще не зная ничего, что происходит дома. И вот об этом рассказывает картина. Да. А у вас же есть целая программа как раз-таки скандинавского кино, и это тоже такое кино северных стран. И каждый год всегда тоже она вызывает очень большой интерес, потому что эти фильмы редко мы видим на большом экране, они всё-таки не попадают в такой вот мейнстрим, но тем не менее очень большое количество поклонников, очарованных вот именно такой вот скандинавским кинематографом, что в этом году такого может быть самого. Это вторая любимая программа латвийских людей. Да, очень любит её. Да, это как бы не такой основной мейнстрим, но европейским мейнстримом мы можем это вообще даже считать. Например, фильм «Открытие» этой программы. Сад Рагнара Брагасона, исландского режиссёра, он сделал перед этим фильм «Металистка. Родители и дети». То есть фильмы, которые показывались, все показывались в Риге, и «Металистка» была номинирована в прошлом году на этот приз Европейской киноакадемии. И он всегда так очень-очень с таким юмором, очень чёрным юмором смотрит на вот эту исландскую, исландский характер и эту их жизнь и рутину. Но кроме этого, я бы советовала обратить внимание на шведские фильмы, которые… Один из них вообще, по-моему, 26-го или 27-го года «Девушка в фраке». И это фильм «Карин Свенстром». Это женщина, которая участвовала вообще-то в развитии самых начал шведского кино. Но она работала в «Свенск филминдустрии», в самой, наверное, знаменитой студии Швеции. И она режиссёр вот этого фильма, который очень как бы феминистический. То есть у девушки нет денег на новое платье, чтобы пойти на свой выпускной. И она одевает фрак брата. И это, конечно, ужасный скандал, который вообще повлияет на всю её жизнь после этого. А также есть фильм из 60-х, и это «Любовные пары» Май Цеттерлинг, тоже женщины-режиссёра. И его можно описать как бы, как такой феминистический фильм Бергмана. Такой очень-очень острый. Вообще эти проблемы, которые там показаны, этот фильм вообще шокировал тогда зрителей со своей открытостью. То есть это история трёх женщин, которые все в родительном отделении. И одна из них не хочет сохранить ребёнка, другой – этот ребёнок не того, от кого она бы хотела. Ну то есть разные истории, очень-очень открытые. И я бы сказала, что актуальные, такие же, как и сегодня. Ничего там другого как бы ещё не произошло. Но да, там есть и документальный фильм «Эффект Вашулк». То есть это пара, которая из Чехии переселилась в Нью-Йорк, и вообще-то были основателями видеоарта, то есть видеоискусства. И они жили там в этой бахемной среде вместе с Ворхолом и с другими там звёздами. У них дома всегда там была сплошная тусовка. Они не особенно радовались этим, потому что вообще не могли даже найти место, где спокойно поспать. Но в то же время они всё это снимали. И в этом фильме есть такие кинохроники вот той богемы, которая тогда там была. Также есть «Рафт», «Плост», «Плод», так и есть. По реке, когда люди плавают на… Не лодка, а такое. Да, «Плод». «Плод», да, «Плод». И это документальный фильм про реальный антропологический эксперимент в 70-х, да, когда профессор антропологии решил собрать такую команду из незнакомых людей разных рас, разных полов, всех молодых, красивых на этом плоту и переплыть океан. И он очень надеялся, что будет какой-то всплеск агрессии. Он очень это ожидал, потому что он был узником в самолёте. И это как-то оставило на него такое впечатление, что он очень-очень хотел ещё раз создать такую ситуацию. И изучать, да. И в этом фильме собраны те люди, которые тогда участвовали в этом эксперименте, и они делятся своим воспоминанием, как это было там. И удалось ли профессору его идея, задумка или нет. Да, тоже такая неожиданная совершенно картина. Но там же есть также и игровые фильмы, очень-очень сильные фильмы. Например, Михаила Нойера «Перед морозом», в котором есть Еспер Кристенсен, очень знаменитый датский актёр, который также в фильмах про Бонда, например, снимается. И также есть фильм «Игры», которые люди играют, или как это? Светские игры, можно и так сказать. То есть это, как моя знакомая сказала, это такой современный Хамсун, такая молодая компания, они собираются отпраздновать день рождения одной из девушек на острове, на такой даче старой. И просто это несколько дней они там все живут, хорошо там выпили, потанцевали, всё проговорили, что у них происходило в жизни. Ну, так, наверное, самое как бы развлекательное, самое развлекательное в фильме этой программы, но я бы не сказала, что лёгкие, потому что они очень так хорошо дошли до самой истины. В своих отношениях, да. Как всегда, тут будут ведь и конкурсная программа, и будет как раз таки программа «Селектед», где будет очень такой провокационный фильм «Дау Наташа», опять-таки, тоже очень вызвавший очень большие дискуссии, споры, и новый фильм «Агнешки Холланд», я понимаю, тоже. То есть, в общем, много таких тоже интересных картин, которые отобраны вот специально для… Насколько ещё есть возможность приобрести билеты, или вот нужно уже смотреть на онлайн-показы? Скорее. Да, нужно спешить, если хочется посмотреть, «Дау Наташи», потому что этот фильм мы показываем только в кинотеатре, онлайн вообще не будет такая возможность в нашем фестивале, и это, да, это надо поспешить. Я думаю, что важно его посмотреть, чтобы обрести своё мнение об этом фильме, что очень важно, потому что то, что мы начитались, я бы сказала, отличается от того, что можно увидеть на экране. Ну, это мы так считаем. Ну, это мы так считаем. Ну, это одна малая часть его проекта, но я бы сказала, что как такой фильм, я бы сказала, что самая, может быть, самая удачная часть. Ещё вот у меня, такой, может быть, уже подводя итоги нашего разговора, вопрос философского характера. Многие беспокоятся о том, что, ну, вот, когда фестивали отменяли и переносили, по-моему, вот директор Венецианского фестиваля, он высказал такую мысль, что он очень боится, что люди потеряют, ну, то есть настолько отвыкнут от посещения кинотеатра, что он призывал, вот всё-таки обратить внимание, что нужно обязательно, чтобы фильмы шли, чтобы люди не смотрели только там Netflix, условно говоря, у себя дома. И вот как вы считаете, есть ли такая угроза, действительно, что вот, ну, люди могут потерять, как бы, вкус, я не знаю, или забыть вообще, что такое ходить в кино? Я думаю, что есть группа людей, которые так и не будут ходить в кино, даже если и не будет никакого вируса, и есть группа людей, которые ни за что не променяют, вот, это, конечно, да, большой экран, это экспириенция, ну, да, это чувство, опыт, это особенный опыт, который нельзя, никак нельзя приобрести, смотря фильм дома, но ситуация у нас такая. В этом году надо, да, немножко поменять. Но мы думали про это, и именно поэтому, например, конкурс, полнометражный конкурс можно будет посмотреть только в кинотеатре, потому что мы считаем, что вот эти кинематографические качества этих фильмов, они просто просят посмотреть их в кинозале на большом экране с кинозвуком. Самая, я понимаю, основная площадка Splendid Palace, это большой и малый зал, то есть там можно будет приходить, приобретать билеты как через интернет, так и, наверное, в кассах. В кассах во время фестиваля, но сейчас при продаже происходит билет-сервис в кассах и в интернете. Насколько вот вы упомянули все эти VR, там, XR, зеленые экраны, не вытеснит ли он живое что-то, потому что сейчас уже многие говорят, ну вот как я вспоминаю, когда в «Звездных войнах» по-моему, Самуэль Л. Джексон, он вообще говорил, я вообще не понимал, где и в чем я снимался, потому что мне объясняют, вот сейчас ты сделай вид, что тебе страшно, что слева на тебя что-то летит, здесь справа что-то летит, вот он машет этим несуществующим мечом, он говорит, я чувствовал себя полным идиотом, я стою на «Зеленом», вот один абсолютно, а потом в кино все видят, что там меня окружает куча врагов, это схватка, это драка, а вот, когда это снимали, я был вообще один, то есть это, ну вот этот момент… Звучит ужасно, да. Надо понять, что не всем это по карману, и европейское кино еще долго, наверное, будет работать без большого процента в зеленых экранах, и есть множество режиссеров, которые вообще никогда это не будут использовать, и я думаю, так же, как и когда вот это была песня «Video Calder Radio Star», тогда все думали, что сейчас можно дома посмотреть там видео, магнитофон, все, в кино никто не будет ходить, и так же сейчас, я думаю, что все эти… ну это такое перенасыщение вот этим всем эффектом и так далее, это ведь можно видеть на экране, хотя бы очень хорошо сделанное все, но это можно почувствовать и видеть, и я думаю, что это просто такой период, когда просто любопытно, что можно и как можно сделать, так что все будет, я думаю, с кино в порядке. Спасибо большое, приходите, это я уже говорю нашим слушателям, приходите на кинофестиваль с 15 по 25 октября, Сонара Брока и Елены Треймане, организаторы фестиваля, директоры фестиваля были сегодня в нашей студии, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok